Добрый день, дорогие мои друзья! Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на YouTube, YouTube, я есть ВКонтакте, в Одноклассниках, Telegram. Постарайтесь подписаться на всех платформах по причине возможной блокировки как самой платформы, так и авторов канала. Я вижу по аналитике своего канала, что мой канал смотрит 98% людей без подписки. Еще раз прошу вас, подпишитесь. Для вас это бесплатно и не несет для вас никакие риски и ни к чему не обязывает. А вот из-за количества подписчиков канал смогут смотреть больше людей и, возможно, кому-то нужна моя помощь, и так человеку легче будет найти мой канал. А если вы подписались, то вам будут приходить уведомления о новых видео на канале. Итак, тема сегодняшнего видео – идеальная женщина. Этот вопрос очень часто всплывает на приемах с женщинами. Многие женщины не понимают выбора мужчин, как и кого мужчины хотят видеть рядом. Из-за этого женщинам приходится часто менять образ, прическу, цвет волос, но все остается по-прежнему. Давайте разберемся с вами. Все мужчины разные, но есть те качества, которые можно назвать универсальными. Обладая ими и зная, как правильно пользоваться, можно круто изменить вектор отношений с противоположным полом. Женщина, ценящая мужественность, самостоятельному и взрослому мужчине не нужна нянька, строгая учительница или вторая мама. Мужчине нужен баланс. Поэтому очень важно научиться лавировать между тем, чтобы проявить собственные знания и тем, чтобы позволить мужчине проявить всего себя. Не нужно нудеть и причитать, сопровождая это словами, что вечно мужчина все делает не так. Наоборот, поддержи, восхитись, сделай комплимент, и тогда его уверенность взлетит до небес. Женщина, которая умеет быть счастливой. Счастье не зависит от того, есть ли мужчина в твоей жизни или его нет. Это умение самой жизнью наслаждаться. Если ты видишь во всем негатив, то мужчина будет находиться в постоянном напряжении. Он будет пытаться решить проблему, которой нет. Именно поэтому твоя такая несимпатичная подружка-хохотушка, такая популярная. Она дарит радость и привлекает внимание. Женщина, которая заботится. Нет, речь не об обслуживании мужчины, а об обычном интересе к его жизни. Как прошел день? Как дела у его друзей? Как сыграла команда, за которую он болеет? Все это показывает, что ты неравнодушна. Разжигание чувств способствует именно такой неподдельный интерес, внимание. Женщина, которая защитит. Не нужно драться за него с хулиганами на улице. Достаточно не выносить его секреты на публику, не плести интриги, не шантажировать. Мужчина должен понимать, что не получит нож в спину, доверив тебе свою самую важную тайну, не боясь, что ты его осудишь или засмеешь. Ложь и притворство тоже стоит исключить из отношений. Женщина, которая показывает свою чувственность. Тебе не нужно в этом случае быть развратной, вульгарной или показывать, как ты мастерски умеешь охотиться на мужчин. Он оценит ту, которая знает, чего хочет, не скрывает этого и не стесняется об этом говорить. И здесь разговор не только о сексе. Даже то, как ты ешь свою любимую еду, скажет о том, насколько ты темпераментна и чувственна во всех других сферах жизни. Женщина, которая улыбается. Одним из мощнейших приемов социального общения является улыбка. Люди приветствуют друг друга, делают комплименты, ободряют, благодарят и говорят «все хорошо», сопровождая это улыбкой. Не нужно строить из себя снежную королеву, растопить сердце которой и вызвать улыбку можно только сплясав с бубном. Это утомляет и отталкивает мужчину, вынуждая его искать более улыбчивый и сговорчивый объект интереса. Женщина, позволяющая дышать. Начиная отношения с мужчиной, не нужно перекрывать ему воздух, лишая его хобби, друзей и заставляя оборвать все связи с миром. Его мир не должен вращаться вокруг тебя одной. Мужчина тоже человек, у которого должны быть свои маленькие радости. Оставь немного свободного места между тобой и всем тем, что является другой частью его жизни. Женщина, которая доверяет. Это очень важный аспект любых отношений. Если ты с самого начала начинаешь играть в шпиона и втягиваешь мужчину в свою драму, проверяя СМС, звонки, его друзей, то это сразу путь в пропасть. Ты либо доверяешь, либо лучше не начинай отношения. Мужчины на самом деле этого хотят. Женщина, поддерживающая домашний очаг. Чистая одежда, мягкая постель и полный желудок – вот путь к сердцу мужчины. Для этого не обязательно быть золушкой, упахиваться после своей основной работы и засыпать книгой рецептов. Достаточно уметь создать уют и ту атмосферу в вашем доме, в которую хотелось бы возвращаться. Грязное белье, валяющееся по всей квартире, засохший кусок какой-то неопознанной еды в холодильнике, не говорит о том, что ты плохая хозяйка, не способная это исправить. Это говорит только о том, что тебе абсолютно безразлично состояние твоего партнера. И ты даже не подумала, чтобы сделать ему приятно. Мужчина, возвращаясь домой после охоты, не обрадуется, увидев остатки предыдущего мамонта, которому давно пора на помойку. Женщина, которая любит секс. Не секрет, что для мужчины эта часть отношений является очень важной. Он может прочитать целую библиотеку книг по психологии, но если ты будешь отвергать его из-за оигрывания, придумывая странные отговорки, он однозначно воспримет это на свой счет. Когда в паре нет интимных отношений или секс происходит по расписанию и очень редко, это не норма. Любовь в том смысле, который в него вкладывается, лишь подкрепляется физическим контактом. Это является логическим продолжением любви духовной. Отсутствие логического продолжения или нежелания им заниматься может говорить о действительно серьезных проблемах в паре, вплоть до неискренности чувств со стороны того, кто прикрывается головной болью. Никто не будет отрицать, что внешность не главная. Мужчины всегда сначала обращают внимание именно на внешний вид. Красивой женщине проще добиться первого свидания, но вот будет ли второе, зависит от ее внутренних качеств. Вот что мужчина точно не оценит. Убийственный аромат. Смертельной пыткой для мужчины является поход в парфюмерный магазин. Дышать нечем, и множество запахов смешались во что-то с ног ошибательное. Вряд ли есть дамы, которые также смешивают несколько ароматов, но очень многие перебарщивают даже с одним. Яркий макияж, естественная красота не всегда была и будет в моде, но мужчины очень ее ценят всегда и во все времена. От косметики не стоит отказываться совсем. Важно просто не рисовать себе новое лицо, а подчеркнуть все его достоинства, немного выделив глаза и губы. Чрезмерная болтливость. Совсем не поддерживать разговор неправильно. Но и трещать без умолку не стоит, особенно о себе. Помни, молчание золото. Откровенные наряды. Ты можешь возразить. Обтягивающие и вызывающие наряды очень нравятся противоположному полу. Да, глубокая декольта и обнаженные ноги однозначно привлекут внимание мужчин. Но в его голове ты можешь получить негативную оценку, и он охарактеризует тебя как легкомысленную или фульгарную девицу. С девушками, которые откровенно одеваются и не стесняются демонстрировать свою красоту, мужчинам приятно проводить время в сексуальном плане. Но для того, чтобы остаться с ней, он рано или поздно начнет смотреть глубже или вовсе искать другую. Мужчины бесспорно любят женщин. Есть много вещей, которые они находят привлекательными в прекрасной половине человечества. Но, конечно, в этом списке есть вещи, которые особенно впечатляют их. Это, как правило, простые вещи. Подстать самим мужчинам. Жаль, что не все женщины это понимают. Так что же мужчина ищет в женщине? Примеров достаточно. Ощущение счастья. Ничто не разрушает мужчину больше, чем депрессивная женщина. Улыбчивость. Хорошее настроение. Растопит сердце любого мужчины. Ухоженность. Да, мужчин привлекает внешность. И это правда. Вкус, элегантность, красивые волосы, руки и ногти. Умеренный макияж. Вот что нравится мужчинам. Кокетство. Без этого никуда. Нет ничего лучше, чем женщина, которая умеет флиртовать. Причем не навязчиво. Не в лоб, а тонко. С намеком и ароматом секса. Кокетство. Страшная сила. Привлекающие мужчин. Немного открытого тела. Это не открытая и смелая демонстрация своих прелестей, а лишь небольшой кусочек тела, способный свести с ума любого мужчину. Слишком откровенная одежда. Это отчаянный сигнал к действию. И мужчины это знают. Но вот футболка, блузка, которые заканчиваются прямо там, где начинаются брюки, или обтягивающий топ, могут быть идеальной одеждой для невинного соблазнения. Тембр голоса. Скольким мужчинам приходилось терять дар речи, услышав тот самый сексуальный и манящий голос. Для каждого он свой. Но общеизвестно, что бархатные нотки, небольшая хрипотца, звонкий смех – это то, что надо. Необходимость в помощи и поддержке. Они действуют на мужчину, как удав на кролика. Мечта каждого мужчины – иметь возможность помочь женщине, находящейся в затруднительном положении. Мужчины любят чувствовать себя всемогущими. Так помоги им в этом. Им нравится, когда женщины обращаются к ним за помощью. Это заставляет их чувствовать себя мужественными. И дает возможность проявить себя. Женщина, которая замечает сигналы, посылаемые ей мужчиной. Попросту, это женщина, реагирующая на внимание к себе. Отрицательно или положительно. Умение дать понять, что тебе нравится, а что нет, жестом и взглядом, беспроигрышно действует на мужчин. Мужчинам нравятся загадки, полутона и небольшая недосказанность. Нужно пользоваться такими приемами. На этом я закончу данную тему видео. Желаю вам физического и психологического здоровья. Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на всех доступных для вас платформах. До новых встреч, дорогие мои друзья и подписчики канала. С вами я, семейный психолог Светлана Леонидовна. Субтитры создавал DimaTorzok